Петербургские предприниматели с оптимизмом начинают Новый год и готовы делиться историями своего успеха. Сегодня вы узнаете, сколько денег и времени потребуется на открытие семейного итальянского кафе в нашем городе, если решиться на это прямо сейчас. А также мы расскажем, как в северной столице проектируют и производят сауны и бани, которые поставляются по всей России. Герои этой программы уверены, что их клиенты смогут согреться даже в самый морозный зимний день. Подробнее в нашей программе. Артем Пузян. Основатель и генеральный директор компании по строительству премиальных парных. На рынке более семи лет. В производстве используют термодоски собственного производства. В основном работают в сегменте B2B. Оборот в прошлом году более 200 миллионов рублей. В штате 110 человек. История связывает с деревом меня очень давно. Еще в 18 лет я, когда учился в институте, я подрабатывал у отца. Пришел станочником работать. В итоге стал начальником производства. Он делал игрушечную мебель, но из элитных пород дерева. Ну и дальше так получилось, что был постоянно связан с деревом. Это конструкторское бюро. Дальше производство дверей, окон, полков для бань. В своем первом бизнесе Артем Пузян тоже не обошелся без древесины. Строил дома из клееного бруса. Пока однажды не познакомился с эстонской технологией возведения бань. Она сочетает в себе русские традиции и европейский дизайн. Тогда я увидел в первый раз те породы дерева, древесины, которые у нас в России вообще не применяются на уровне культуры. Это была новозеландская термососна, это был орех, дуб. Строить бани тогда показалось не только экономически выгоднее, но и интереснее. В этом более узком сегменте Артем увидел безграничное поле для фантазии и искусства. Сегодня команда строит сауны в домах, квартирах и даже под стеклянным куполом. А еще постоянно экспериментирует с формами и фактурами. Создает светящееся 3D-панно, гамаки, имитирует звездное небо. На самом деле вложил все, что было можно только в компанию. Мне не хватало денег категорически, не хватало денег ни на контекст, ни на аренду, ни на что. Я продал машину, я взял кредит. То есть меня поддерживает семья. Настолько вы верили в свои идеи. Да, семья, мой тыл. Они вот знали, что Артем, делай свое дело. Я вкладывал все, что у меня было. Вложения, признается Артема, купились лишь в 2021 году. К тому времени бизнес уже включал собственное архитектурное и проектное бюро, столярную мастерскую и транспортную компанию. Безусловно, был период, когда нужно было не жалеть. Нужно было вкладывать практически все. Работая в минус, мы вкладывали все силы и все деньги в маркетинг. Это движущая сторона сегодня. Просто говорить, что ты хороший, ну, наверное, но с нашими амбициями нужны были другие обороты. А это тянет за собой, конечно же, и большой вклад. Поэтому, да, мы пережили вот эту черту. И сегодня уже, конечно же, имя работает на нас, безусловно. В производстве премиальных саун используют термодоску. Благодаря специальной обработке древесина стабилизируется, после чего хорошо держит форму, не гниет, не плесневеет и не впитывает влагу долгие десятилетия. Раньше поганаш ввозили из Европы, но с 2021 года стали делать сами. При поддержке друга-инвестора Артем построил собственный завод в подмосковном Домодедово. И тем самым значительно сократил расходы на закупку сырья. Теперь из-за границы привозят разве что печи и освещение для саун. Здесь мы наградно как раз видим общий вид термоматериала. Самое важное, что он не меняет цвет во время эксплуатации. А как удается добиться разных оттенков? То есть, допустим, вот это такой вот более к кофейному, да, приближенный, а есть у вас прям светлые оттенки дерева? Знаете, это разные партии, тут не предугадаешь. Это зависит от даже региона древесины. Тут приходится исключительно подбирать вручную. Завод по изготовлению работает на нас и на свой склад, поэтому мы можем себе позволить выбирать и спрашивать у клиента, какой тон ему нужен. Средний чек в компании в районе двух миллионов рублей. Такую цену формирует не только материал, но и упаковка, дизайнерские решения, технологии умного дома и индивидуальный подход. У нас нет ни одного похожего проекта. Каждый проект является авторским. И когда у нас клиент его покупает, например, даже из базы, даже из каталога, если клиент покупает проект, то он уходит и остается исключительно за этим клиентом. Сауны, созданные именно по вашим проектам, есть в разных странах мира? Абсолютно так. Если человек хочет построить в Канаде баню, да, себе, он показывает материал, который у них есть в наличии, сечение материала. Поэтому мы создаем проект, исходя из рынка материала, который он может пойти и купить. В 2019 году штаб компании еще располагался в строительном вагончике на 20 квадратных метрах, а в штате числилось всего три человека. Сегодня в одном только офисе с панорамным видом на город трудится более 70 сотрудников, еще 10 задействованы на производствах и 20 в бригадах, которые ездят по всей России и монтируют сауны. Как и полагается, в сердце этого быстрорастущего организма сам Артем. Ту планку, которую ты поставил, ее нужно держать. И для этого приходится работать. То есть вот я собственник, да, вот вы пришли, я, собственно, в кабинете в своем, я отсюда не выхожу, я принимаю участие в операционной деятельности компании от начала до конца. Артем не скрывает залог успеха его компании, в том числе в команде, которую ему удалось собрать. Он поименно знает каждого сотрудника компании и считает, что лучшая мотивация, здоровая атмосфера в коллективе и достойная зарплата. Поэтому у его работников есть комната отдыха с кофемашиной, приставкой и даже настольным теннисом. А фонд оплаты труда стал самой затратной частью бизнеса. Прежде чем стать частью сауны, термодоски оказываются здесь, в цеху под Петербургом. Их пропускают через множество станков. Одни придают нужную длину, другие – толщину, третьей форму. Все станки импортные, усеяли свое время выхватить их по хорошей цене. Сейчас проблема со станками, но не проблема с комплектующими. Это абсолютно реально достать можно. Сколько у вас станков получается? Здесь 12 станков высокоточных, тяжелых станков. 12. Ну а все остальное – это уже ручной инструмент. Вот ручной труд какую долю занимает в производстве? Без участия человека невозможно создать красоту. Станок-помощник. В любом случае руки мастера доводят все до ума. Регион для строительства завода, кстати, выбран неспроста. Около 80% заказов петербургской компании поступает именно из Москвы. На долю Петербурга приходится всего 10%. Остальное отправляется в регионы. Примерно каждый пятый заказ поступает от частных лиц. Но в основном компания сотрудничает с архитекторами и бизнесом. Например, элитными фитнес-клубами или аквакомплексами. Когда приходят и видят наши парные, люди спрашивают, а что вы можете дать еще? Да, двери, да, подоконники. Они говорят, вот было бы здорово, если бы вы сделали раковину. А где раковина, там и ванна. И мы изучили рынок. Кто предлагает? И есть ли вообще предложение? Предложений нет. Эта ванна, сделанная из массива ясеня, она состоит более чем из 300 элементов. Каждый элемент отдельно был рассчитан и сделан на станках. В дальнейшем все это под холодным прессом собрано. Но это наш первый опытный образец. Мы положили маршрут, мы показываем вектор, куда мы движемся. И наша задача в 2024 году представить две стандартные ванны и одна дизайнерская, которой сейчас известный архитектор трудится, нам разрабатывает формы. Точная финансовая модель и правильный расчет рисков. Потому что предприниматель и уныние – это несопоставимые вещи. Предприниматель должен проходить все радости и невзгоды с улыбкой. И тяжелый путь предпринимателя. Поэтому собрались и поехали. Залог успеха в том, что ты должен верить в то, что ты делаешь, любить свою работу и добиваться цели, несмотря ни на что. Самое важное – это не сходить с пути, а идти до конца. И не расфокусироваться ни на что. Субтитры создавал DimaTorzok и составил 25 миллионов рублей. В штате задействовано 10 человек. Это семейное кафе наши герои открыли всего месяц назад. Но их точно нельзя назвать новичками в сфере общественного питания. Петербург – родной город Людмилы. Здесь она получила образование, стала кандидатом технических наук в области пищевых технологий. Руководила разработкой хлеба и кондитерских изделий в крупных компаниях и занималась созданием альтернативного молока. Параллельно помогала супругу Юрию развивать совместный бизнес в столице. С 2016 года мы развивали фудтрак. Это был такой бизнес-стартап. И позже он перешел в стационарный формат. И были открыты три точки в Москве. Они были в бизнес-центрах, две точки, и одна в торговом центре. То есть это вот такой формат для людей, которые хотят перекусить, взять кофе с собой. Что касается развития в Санкт-Петербурге, более такое ресторанное, если можно сказать, бестро-ресторанное. На открытие кафе у наших героев ушло всего две недели. Опыт, наличие нужного оборудования и свободных средств сыграли важную роль. Но главное, отмечает предпринимателе, повезло с помещением. Удалось найти в центре с готовым ремонтом. Рядом деловой квартал и новая жилая застройка. Мы в интернете пересмотрели больше 300 предложений аренды по Питеру. Больше 50 было осмотрено вживую. Осмотрена локация, осмотрен пешеходный трафик, автомобильный трафик. Если или нет, стоянка возле кафе. То есть очень большая работа была для этого проведена. И вот то помещение, в котором мы сейчас находимся, оно, по нашему мнению, максимально выгодно для нашего бизнеса. Оценив рынок и конкурентов поблизости, Юрий и Людмила решили предложить своим гостям оригинальное меню с итальянскими блинчиками Криспелли, собственной выпечкой, десертами и напитками. И с быстрой подачей горячих блюд, как говорится, из-под ножа. Мы пришли к выводу, что лучшее предложение может быть это блинная, либо какая-то итальянская, европейская кухня. Мы понимаем, что в Санкт-Петербурге, наверное, классическая блинная, это русская кухня. А что касается вот уникального предложения, то именно итальянская кухня, итальянские блинчики, они пока практически не развиты. То есть это новое предложение для клиента. За первый месяц работы появились и первые постоянные посетители. Людмила и Юрий продвигают кафе в интернете, просят гостей оставлять свои отзывы, вели мотивирующие акции. К примеру, седьмой кофе в подарок. Особенно рады супруги семьям с детьми. Готовят пока тоже сами. В штате есть только бариста. Считает, что именно так можно понять, какое блюдо и какой сервис заставит клиента вернуться. По потоку могу сказать так, что утренний поток людей, которые берут кофе с собой, либо блинчик с собой, это формат или завтрак, завтрак здесь, или перекус на работу. Потом поток, где-то после 11 часов, это люди, которые хотят бизнес-ланч, обед. Я вот так разделила. И после 5 часов вечерние, это больше люди, которые живут здесь, в этом районе, либо проходят мимо, или после работы приходят что-то перекусить, либо взять домой, чтобы угостить своих родных. Из очевидных сложностей в плане развития бизнеса герои отметили удорожание энергоресурсов, особенно топлива, что сказывается на ценах поставщиков сырья и продуктов. А также развитие сетевых кафе-пекарен, стремительно захватывающих все городское пространство. Если вы спрашивали о рисках, может быть, есть риск, который заложен в концепции, однако эта концепция как раз обходит предложение сетей, потому что наша концепция связана с индивидуальным подходом. Все сети, они больше нацелены на массовую продажу кондитерки, и хлебобулочных изделий. Наша концепция все-таки – это собственная выпечка, более эксклюзивная. То есть мы можем делать там безглютеновую, можем делать на каких-то интересных сахарах, можем делать зерновой хлеб, например. Вот я об этом говорю, это интересная рецептура. В планах семьи развивать сеть кафе в Петербурге. Про окупаемость этого места говорят прямо. В открытие вложили 1 миллион рублей оборотных средств, еще примерно 3 миллиона инвестировали в оборудование. Вернуть вложения должны примерно через полгода с выручкой в 500 тысяч в месяц. Это примерно 20 чеков в день, минимум 800 рублей каждый. Точку мы все равно эту раскрутим, доведем до прибыльности. Все равно это будет сделано. Единственное, за что бы я переживал, это нужно найти своего покупателя. Кто это будет? То есть офисный работник или житель этого дома, или, допустим, проходящий мимо прохожий. Когда вы поймете, что вы готовы к следующему, второму кафе под вашей маркой? Когда мы подготовим персонал, который будет работать точно так же хорошо с душою, как мы, тогда мы поймем, что нужно подыскивать новое помещение. Главное не бояться рисковать. Унывать, конечно, нельзя, но нужно верить в себя и верить в будущее. Не стоит останавливаться на достигнутом. Нужно всегда стремиться к большему. Все будет хорошо.